Теперь я понимаю, я задал вопрос, почему не испытывает ли ревность музыканта морального кодекса? У Киндзи Квинтету, конечно, там молодые девочки, у тебя там не молодые мальчики, поэтому понятно, что они, в общем-то, очень даже рады такому проекту. Ну, во-первых, да. А были какие-то совместные выступления? Нет, нет, это все абсолютно пока что. Не смешивается, да, это все? Ну, просто для того, чтобы все делать совместные выступления, надо писать струнную аранжировку и вписать ее в группу Моральный кодекс, как бы. Потому что рок у нас, и мы немножко другим методом работаем, у нас устная работа, мы работаем без нот в Моральном кодексе. Как без нот? Я знаю, что биджит, они даже без нот писали. Мы извлекаем эти ноты, но мы их не пишем на бумагу. Да? Мы прямо на ходу все делаем, как бы. То есть это профессионально так? Ну, это один почему. Ну, да, это, в общем, относительно, ну, сейчас это уже стало профессионально, да. То есть это профессионально в рамках одного коллектива, и вот из джаза все пришло, когда люди знают тему, они из разных углов откуда-то приехали, но они знают, там, сайтиндол. Один барабанщик, другой басист, третий. Они сели ее сразу с ходу играми. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва24.